Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня будет долгожданное видео, которое я давно хотела для вас снять. Беременность, вообще, что со мной было до беременности, и как я изменилась после беременности, после рождения ребёнка, что в моей жизни вообще стало ново. В общем, хотела поговорить об этом. Я думаю, что эта тема будет интересна не только девочкам, которые ещё только планируют стать матерью, ну, может быть, те, которые уже в положении, или которые имеют детей, чтобы сравнить. Может быть, у вас такая же ситуация, как и у меня. В общем, приступим. Я здесь немного набросала, чтобы не забыть, потому что моментов очень много. Давайте начнём с чего мы начнём. Во-первых, я немножко могу рассказать о беременности, какие были ожидания, очень много вопросов я задавала, как это в животе, а как-то... Беременность вообще прошла превосходно. Самое главное, я считаю, что это настрой. Вот я заметила, что встречались мне на пути такие девушки, которые говорили о настроем. Как ты родишь, как ты проносишь всё и так далее. Я была нацелена полностью на ребёнка, чтобы я не нервничала, я вообще не разрешала никому доставать меня. То есть я вообще была как, знаете... Ну, я знала, что это будет. Знаете, бывали моменты, когда... В общем, ты думаешь, что ты беременна. Может быть, было у кого-нибудь такое, да, там задержки какие-то. Хотя никаких предпосылок нет, может, даже у вас и не было парня в этот момент. Но ты думаешь, вот, а вдруг, вот примерно оно такое, наверное, ощущение это. И я уже помню, ещё, блин, молодая была, 19-20 лет, уже такая хожу, за животик держусь, типа беременная. И такое прекрасное ощущение, что тут прям класс. И, да, у меня и была такая беременность, я реально держала себя за животик, я вся порхала, я была такая прям ля-ля-ля-ля, сама для себя холила и лелеяла себя, радовала впечатлениями, смотрела какие-то интересные фильмы, кушала всякие вкусняшки, ходила на концерты всякие, да, вот даже чаще. В общем, я свои глаза, уши и тело радовала всегда. И не давала никому меня обижать. Ну, меня все, в принципе, берегли, и никто не обижал. Беременность прошла превосходно, единственное, что последние две недели реально были тяжёлые, потому что живот большой, передвигаться ты не можешь, реально как каракальница, просто я смеялась даже. Последние две недели со мной жила мама, она мне готовила, помогала мне убирать, потому что не согнутся ничего, и поясничку на самом деле тянет. Но эти две недели, они достаточно быстро пролетают. В один из дней настал тот день, когда я почувствовала, что вот она, приехала, вот в 10 утра я почувствовала, в 6 вечера я уже родила. Рожала в перинатальном центре, врач у меня была Медведева, в Ростове-на-Дону. И теперь, как же после рождения ребёнка изменилась моя жизнь? Во-первых, я хочу подчеркнуть, что мой ребёнок достаточно спокойный, всегда об этом все говорят мои подруги, мама, все говорят, что он достаточно спокойный. Я представляю, что творится у людей, у которых дети неспокойные. Ну, в любом случае, поначалу, каждые 2 часа, каждые 1,5 часа это кормление, конечно же. Первое, что я могу сказать, что времени ни на что не хватает. И хорошо, что я во время беременности снимала и снимала видео, потому что если бы я их не снимала каждый день, я реально каждый день снимала видео, если бы я их не снимала, я бы жалела, я бы думала, блин, надо было вот тогда снимать. Но так как я отдавалась полностью вся Ютубу, у меня теперь только остается, что же я раньше не начала снимать, да? Но это не суть, важно. Совершенно, конечно, с ребёнком тяжело снимать стало. То есть вот что касается одушины, хобби, я не знаю, как, естественно, женщина не может работать в этот момент, потому что всё ребёнку, всё ребёнку. То есть первое, так, мы начали у, давайте, развлечения, кино, рестораны, сериалы, бассейны. Значит, развлечения. Какие могут быть развлечения у мамы? Это реально отдохнуть, включить телевизор, пока малыш спит. Но это роскошь, реально роскошь, потому что пока малыш спит, вам хочется, может быть, покушать, может быть, обмыться, нужно убрать, нужно что-то подготовить к нему, пока он проснётся. То есть вы все полностью нацелены на ребёнка. Когда до ребёнка, да, вы полностью нацелены на себя, что вы чувствуете, что вы хотите. Когда рождается ребёнок, вам просто некогда об этом думать. А даже если вы хотите об этом подумать, то нет такой возможности. И что касается развлечений, кино, конечно, ну, это можно. Может быть, это можно всё. Можно оставить ребёнка, бабушке, да, сходить в кино. Но лично я не то, что даже не могу себе позволить. Я не хочу этого даже себе позволять. Я не хочу идти в кино, когда знаю, что мой ребёнок там вот... А я себя такая развлекаю. То есть вот что касается развлечений, себя, кино, бассейн только с ребёнком. То есть рестораны, ну, я могу, если встретиться с кем-то, но по делу. Не просто так посиделки в ресторане, да. То есть я встречалась с девочками-блогерами, мы встречались, обсуждали какие-то вещи, делились информацией. То есть это полезно для канала, для вот такого, да. То есть информационная встреча была. Это да. Но так, что мы просто пойдём, посидим в кафе вдвоём. А ребёнок мой с мамой такого вот не могу, я не чувствую этого. То есть изменилось всё. Я перестала в плане вот таких развлечений развлекаться. У меня все развлечения с ребёнком. Это, может быть, сходить с ним в бассейн, это с ним погулять. Я стала чаще гулять, на самом деле. Раньше я не выходила, я могла и два дня дома просидеть. С ребёнком я стала выходить, каждый день гулять. Пешочком гулять, на колясочке гулять, в этом что-то есть. Я стала наведываться чаще по поликлинику, но не для себя, а для ребёнка. То есть каждый месяц ты ходишь, взвешиваешь и так далее. Ну, то простынет ребёночек, то ещё что-то, то ещё что-то. С поликлиник практически не вылазишь первый год. Ну, каждый месяц это тоже, на самом деле, очень много. Мои сериалы любимые. Я раньше смотрела сериалы и могла по нескольку серий, могла и сезон посмотреть. То есть я могла, если вечером, такая плюшки, наготовила себе, сижу, ем, смотрю сериалы один за другим. Сейчас, если я посмотрю три серии в неделю, и то это между перерывами. То есть сначала я всё сделаю с ребёнком, всё, что ему нужно. Потом я смонтирую видео, сниму, смонтирую всё, что мне нужно. И только потом, когда рендерится моё видео, и ничего не нужно загружать на YouTube, потому что интернет у меня медленный, и он загружает 2-3 часа ролик. Только тогда я могу позволить включить себе сериал. И, как правило, это очень поздно. Поэтому бывает даже на полсерии меня хватает, и я сама уже вырубаюсь. То есть я перестала смотреть серии. Я перестала смотреть телевизор, я перестала смотреть свой любимый дом 2. Ну, знаете, когда его не смотришь, там как-то ничего интересного не происходит. Вот что касается развлечений, развлечения все стали направлены только с ребёнком. То есть ты развлекаешь ребёнка, и вместе с этим ты развлекаешься. Вот что касается, хотела сказать ещё еды, готовки и кушать самой. То есть раньше я могла приготовить, такая что-то там делала, наготовила первое, второе, третье, кушать, то есть наслаждаться этим процессом, никуда не спеша. Я очень любила положить себе еду, включить телевизор и есть. То есть я обожаю есть, когда я что-то смотрю. Это для меня просто, у меня пища, у меня аппетит как-то лучше усваивается. Я забыла вообще, я сейчас вот вам говорю, я только вспомнила о том, что я так делала. Потому что я не успеваю есть. Я не то, что не успеваю, я забываю про то, что надо есть. Когда я встаю, мне первым делом нужно покормить ребёнка. Потом его нужно переодеть. Потом он куда-то постоянно лезет, что-то ему нужно. Потом я делаю дела, то есть у меня вся голова забита Ютубом. То есть я отвечаю на письма, думаю, что-то надо снять. Потом кто-то звонит, мне же нужно ответить. Я тоже одной из самых важных, это общение с подругами. Но я сейчас плавно перейду с общением с подругами, как оно изменилось или не изменилось. То есть и всё, и проходит время уже 2-3 часа, и получается, что встали мы в 10, а время 3 я ни разу не ела. Я даже свой стакан кофе глотнула и всё, и забыла. Но я и не чувствую голода. Видимо, моя голова информации настолько полна, что ей и сыто, да? И только уже потом, и в 3, и бывает и в 5, я могу поесть, и это не так поесть, что ты села, наслаждаешься. Нет, тебе же нужно уже куда-то бежать, тебе нужно что-то делать, либо с ребёнком, либо по делам бежать, если ты ребёнка оставляешь. Честно говоря, он у мамы, ощущение такое, что он там спит. Я такая поглядываю. В общем, всё уже, да? Ешь очень быстро, то есть ешь ты вот так вот примерно, да? Скорее-скорее доесть, что-то там в попыхах. Очень часто я кушаю вместе с ребёнком, и я его кормлю, и сама там ложки. То есть перестала наслаждаться едой. То есть если я только вот иду, например, вот недавно у меня был влог, и вспоминаю, да, я ходила на татуировку, сделала себе татуировку имя своего сына. И я зашла в ресторан, и то я приехала раньше на полчаса, потому что я переживала, да? То есть у меня было полчаса. И я села, заказала салатик, и реально я вот пока ела, я наслаждалась. Но это такие редкие моменты, то есть это как бы заодно. Это не то, чтобы я специально пошла в ресторан поесть и насладиться. Ну да, как-то. Что касается моих подруг. Очень часто вообще я замечала это, да, и у меня даже такое было, когда я же дружила с подругами, они беременели, заводили детей, и потом как-то отстранялись. То есть вы дружили раньше, виделись там каждую неделю, два раза в неделю, а потом вы видитесь раз в полгода, раз в год, и в итоге потом только созваниваетесь, списываетесь раз в пяти лет. Я на самом деле не хотела, чтобы так было в моей жизни. Мои подруги мне дороги, дорого это отношение, я не зря их выбрала, я не зря с ними общаюсь, и я хочу продолжать с ними. Для меня было очень важным, когда я рожу ребенка, у меня будет ребенок, чтобы мои подруги как бы не отстранялись от меня. Потому что, ну не знаю, мне кажется, это как-то не очень хорошо. Поэтому я, когда была беременна, я с ними всегда была на связи, созванивались, во-первых, они уже все у меня готовы к детям, им все было интересно, все, что происходит со мной. И, соответственно, я их пускала в себя, можно сказать, да, вот в свой внутренний мир, и всем делилась каждым моментом своей жизни. Конечно же, они ждали, пока я рожу, потом они хотели посмотреть на ребеночка, потом они хотели взять на ручки, понянчить. И все мои подруги, они включены в процесс со мной, да. И то есть мы дружим, общаемся, они приходят, нянчат, видят, и гуляем мы все вместе. Я не чувствую того, чтобы моих подруг напрягало. Знаете, бывает такое, что ты еще гулять, хочешь отрываться, и тебя напрягает там подруга с ребенком. Надо ей сейчас ребенок вот этот, ему то надо, то надо, вот и вы там не можете что-то сделать. Нет, я вот так вот и воспитываю ребенка, и жизнь моя так проходит, что все равно, я не такая мамочка, которая в дела свои окунулась, хоть при всем при этом я говорю вам, да, то есть я все равно как-то вовне. Мы пойдем и погуляем, и по торговому центру, и шмотки, и косметика, и все-все-все, плюс блогерство. Ты как бы на волне, да, и ребенок на волне, и у тебя и подруги на волне, и все вы вместе. То есть для меня это важный был момент, поэтому все подруги мои включены в воспитание моего ребенка. Уборка, уход за собой, салоны красоты. Значит, смотрите, что касается уборки, я стала чаще убирать, то есть раньше я не, ну, не так, у меня всегда в доме был творческий беспорядок, и самое интересное, что когда порядок, я люблю, но вот моя натура такая, что не сохраняется этот порядок долго, потому что мне надо туда положить, так вот оно сейчас я возьму, вот это вот мне надо снять, оно здесь лежит, вот это вот мне надо одеть, вот это вот потом, вот это вот постирать где-то, и оно вот так вот все лежит, и в принципе такой всегда творческий беспорядок, хаос, да, записи каких-то моих песен, потом что нужно сделать, блокнотики, тут накраситься, тут оставить, и оно вот так вот все лежит. У меня в принципе и в голове так, у меня нет такого порядка, четкости какой-то, у меня вот все такой хаос. Конечно, бывает этот хаос перерастает в более такой хаос, когда нужно уже немного прибрать, и тогда я прибирала. Сейчас же ребенок, ты следишь за тем, чтобы не было маленьких деталей, то есть вот я полностью уверена в том, что у меня нет маленьких деталей, никаких, что он может засунуть в рот, потому что все тащит ребенок в рот. Дальше, мыть полы, пылесосить, то есть это постоянно, потому что все тоже оказывается на руках и во рту у ребенка. И первым делом я встаю, пылесосю, там приберу где-то, чтобы его выпустить на пол. Да, это стало так. Что касается покупок всяких одежд и так далее, мне доставляет безумное удовольствие покупать все ребенку. Конечно, в торговой центре, но это связано еще не только, я думаю, с ребенком, но и с тем, что YouTube, да, очень много одежды приходит на обзор, очень много возможностей косметики и одежды иметь на обзор, да, бесплатно. Поэтому в торговой центре я уже давно не была и ничего себе не покупала. А ребенку я с удовольствием померить что-то, купить и так далее, да. Гуляние тоже, вот куда-то пойти, чтобы ему было интересно что-то посмотреть и увидеть. Салоны красоты, то есть они, салоны красоты для меня всегда были, знаете, такой, отчасти пустой тратой времени. Ну не всегда, а вот был период 21 год, где-то 22, я любила, мне казалось, что в этом что-то есть. Ты приходишь в салон, проводишь там целый день, ну как бы у тебя и дела особо нет, ты такая вся, чисто за собой ухаживаешь, там смотришь, да. А когда у тебя есть что-то в голове, у тебя какие-то планы, у тебя какие-то дела, ты не можешь тратить на самом деле много времени в салоне красоты. Вот для меня это всегда была такая пустая трата времени. Для меня проще было, вот я всегда подбираю краски, сама себе крашу, да, то есть для меня проще было так, надо покраситься, все, я раз-раз-раз, час и я покрашена. Вместо того, чтобы записаться, потом выстроить все свои планы, чтобы пойти в этот салон, потом пробыть там 2-3 часа, потом приехать на дорогу, особенно в Москве, да, в основном все это происходило, потому что я 10 лет прожила в Москве. И, конечно же, тяжело, пробки, считай, целый день ты на это все тратишь. И для меня это была роскошь. Сейчас, конечно же, тем более, то есть пойти на массаж куда-то или еще что-то, ну, это роскошь. Тем более с ребенком ты просто не можешь никуда пойти. Ты это все можешь сделать только если у тебя есть возможность, да, пойти на тренировочку, потренироваться, побегать, посидеть в кафе, если ты одна хочешь посидеть, сходить в салон красоты. Ну, в кафе еще можно с ребенком. А вот такие моменты, это только если ты ребенка кому-то оставишь. И хорошо, если у тебя есть мама, у него бабушка, которым можно оставить, да, и то ненадолго, понятно, чтобы пойти сделать. Но лично для меня это не супер важные дела, поэтому я в первую очередь не бегу в салон. Это только если прям вообще, знаете, прикипит, я что-то сама не могу делать. А так я скорее какие-то дела делаю, которые очень важны, с ребенком просто неудобно. Вот, что у нас дальше? Работа YouTube я сказала, да, что, ну, то есть у кого-то YouTube, у кого-то хобби, конечно же, на это остается очень мало времени, ты прям вырезаешь, вырезаешь себе. В душ я стала ходить, я не наслаждаюсь в ванне, в душ, и я все делаю быстро, то есть пока малыш спит, ты быстро перевернула голову, помыла ее, да. Вот сегодня я оставила маме малыша, я пришла домой специально, чтобы снять видео, там, прибраться, ходить в душ, хорошо как бы привести себя в порядок, масочку, да. То есть вот прям сегодня такое особое дело, таких нет серьезных. Именно вот это, да, нужно было сделать все. И я сегодня сделала, поэтому сегодня, ну, опять же, в ванну принимать, лежать, это тоже роскошь, да. Много времени. Нет, нет. Отношения с мужем. Отношения с мужем у нас не изменились особо, они стали только крепче, семья стала еще более семьей, да. Муж очень любит сына, они постоянно общаются, то есть первые слова вообще, по-моему, мой сын сказал, папа, 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 целыми днями ходит папа, 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 и когда он звонит, или папа видит, он бежит, и все девчонки даже были в шоке, ничего себе реакции, мы никогда такого не видели. То есть он звонит, все, папа на связи, и он бежит к телефону, и они там вот папа, папа, кривляются, в общем, развлекаются. И само отношение, конечно же, ну, не знаю, мне кажется, такое более ценное, то есть, ну, у нас ничего не изменилось в отношениях. Мы стали родными, вот. Были мы как бы парень с девушкой, а стали родными, даже я не скажу муж и жена, мы стали семья, это больше, чем муж и жена. Трио. Что касается фигуры и восстановления, у меня полностью восстановилось тело, даже я не могу сказать ничего, ни растяжек у меня нету. Единственное, что подкачаться, вот да, подкачаться есть, мне кажется, что я была более подтянута, вот кожа была более подтянута. И то в некоторых местах, да, в районе ягодиц, и вот где животик, мне кажется, что у меня была папа более подтянута как-то так. Но настолько оно незначительно все изменилось, что я думаю, что позанимавшись немножечко, да, я это и делаю, пресс качаю, ягодицы качаю, я думаю, что все быстро, как бы, в норме. Я сейчас в норме, мне кажется, достаточно худенькая, все, просто кожу хочется подтянуть, это массажи, это, в общем, я этим занимаюсь. Фигура не пострадала моя, поэтому я готова еще рожать ребенка, и я еще хочу детей. Еще что момент изменился, да, в плане похудения, наверное, мне теперь еще более сложнее будет, хотя я не склонна к полноте, я стала жуткой сладкоежкой. То есть во время беременности я ела много сладкого, и после беременности, то есть я стала предпочитать сладкую еду. Раньше, вот если мне сказали, что ты хочешь кушать, я всегда бы съела бутербродик, соленый огурчик, то есть что-то соленое, чипсинку, да. Сейчас же, если мне предложить, я бы не отказалась от чего-то сладкого, то есть у меня прям вот нехватка сладкого такого, прям сладкое хочется. Я не знаю, как у меня ребенок будет к сладкому относиться, но из-за него я стала сладкоежка. Ну что, мои хорошие, в принципе, все, что я набросала, я вам все сказала. Видео получилось достаточно длинное, такой получился монолог, поделиться как бы, и в итоге, что бы я хотела сказать по поводу рожать, не рожать и так далее. У меня есть вообще видео на ютубе, оно называется «Когда лучше рожать», да, по-моему, так и называется, «Когда лучше рожать». Вот, ну берите, когда лучше рожать, Селена, с Вей, посмотрите, да, что я думаю по этому поводу. А вообще, дети, это прекрасно. И я знаю, что многие даже из моих подруг готовы к детям, но не готовы в каких-то условиях, которые у них, да, не готовы, может быть, ну, не совсем уверены в своей второй половине, да, чтобы подарить ребенка и сделать такой серьезный шаг. И в связи с этим я очень хочу пожелать всем женщинам, которые готовы к детям, я знаю, что это прекрасно, и каждая женщина хочет хоть раз в жизни почувствовать себя мамой в жизни. Не все, конечно, 100%, но большинство женщин, потому что это наше предназначение такое, да, в жизни, одно из, одно из. Я желаю вам найти половинок своих. Я желаю вам, чтобы рядом с вами был мужчина, за которыми вы были как за каменной стеной, и знали точно, что если вы решите родить ребенка, то будете счастливы вы, и будет счастлив ваш ребенок, а вас позаботится ваш мужчина. Я всем этого желаю. И если такого мужчины рядом с вами еще нет, то всем прямо сейчас я желаю, чтобы в скором будущем такой мужчина с вами оказался. Будьте внимательны, будьте разборчивы, не тратьте время впустую, и держите возле себя прекрасных людей. На самом деле прекрасных людей очень много вокруг. Будьте внимательны и осторожны. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем вам любви, счастья, детского смеха в вашем доме, всем здоровья. С вами была я, Селена Свой, и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok